Доброе утро! Сегодняшнее мое утро начинается с похода в супермаркет. Решила прикупить кое-что для мукбанка. Сегодня у меня насыщенный день. Я планирую снять аж два мукбанка. Сколько всего здесь аппетитненького. Это просто нечто. Глаза разбегаются. Также я здесь, кстати, в нашем супермаркете нашла бутылочку, которую очень давно искала для спорта, чтобы каждый раз не покупать воду, а когда я хожу на спорт, просто заполнить свою бутылку и пойти. Также есть другие варианты, но мне нужна, которая прям закрывается крышкой. И я решила снять мукбанк. Давно не было мороженое. Есть вот такое мороженое. Но я больше люблю магнум, хотя оно в два раза дороже. Для разнообразия, по идее, лучше взять вот такое. Даже есть черное. Но почему-то мне хочется магнум, поэтому кладем это все обратно. Вот. Очень аппетитно тоже смотрится, конечно. Но я продала душу за магнум. Есть вот такие вот с фисташковым джемом. У корейских ASMR-блогеров я видела тягучий сыр. И, наконец-то, я его нашла у нас на прилавках. Решила попробовать. Вроде стоит недорого. Выглядят так же, как и у них. Так что берем. Ветер мне сделал прическу. И я накупила продуктов. Для мукбанка в основном это. Под цвет своего платья за 3.20 я купила вот такой вот тортик. Будем его кушать на мукбанке. Красный бархат. Мое любимое мороженое. Магнум. На пробу взяла вот такой сыр. Две помидорки. Попить взяла. И взяла небольшую пиццу. Выглядит очень аппетитно, как пахнет. Давайте вместе откроем этот сыр и попробуем, какой он на вкус. Очень быстро мне пришла моя посылочка. Я решила отдельное видео даже вам не снимать, а прям в этом видео показать, что же я заказала. Потому что в основном здесь купальники. Я мерить их не буду, поэтому смысла не вижу. Снимать отдельное видео. Просто вот здесь вот покажу. Ой, да девочки, как я прогадала. Я думала, что бюстгальтер будет с чашечками. А оказалось, нет. Без. И вот такие вот трусики. И еще такой платочек. Можно завязать. Надо, конечно, мерить, смотреть. Но я не люблю, когда лифчик просто вот такой вот. Мне кажется, он неудобный. Но ничего, он стоил недорого, этот купальник. Не знаю, подойдет мне или нет. Какой красивый цвет. А здесь наоборот, кстати, чашечки есть. Это большой плюс. Я взяла на размер больше M. Потому что в отзывах было написано, что купальник очень маленький. А сейчас я смотрю, что он какой-то даже большой. Ну, не знаю. Опять же, надо мерить, смотреть. Смотрится просто обалденно. Посмотрим, как будет сидеть. Еще два купальника. Они уже не мои. Я заказала родственникам. Первый купальник, он сплошной. Вот такой. Здесь тоже есть чашечки. Ссылочки я вам на всякий случай все оставлю. Чтобы вы тоже могли заказать. Размер, по-моему, здесь был XL. Здесь вот такие вот шнуровочки. Мне кажется, будет очень удобно. Вот материал просто обалденный. Просто супер. И последний купальник. Это для племяшки. Она сама выбирала такой. Хотела максимально закрытый. И взяла с шортиками. На самом деле, на теле он выглядит гораздо удачнее. Это размер L. Мне кажется, очень красиво. И фурнитура такая. Прям качественная, видно. И еще я себе заказала на запас USB. Потому что тот, который я заказывала давно уже. Где-то, наверное, полгода. Или даже больше, наверное, где-то год. Работает просто без перебоя. А то, что я покупала у нас в городе, работает месяц, два и все. Поэтому я решила на запас себе взять еще один USB. Надо проверить, работает он или нет. А я возвращаюсь к вам спустя два дня. И у меня для вас есть новости. Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы наверняка уже в курсе. Обязательно подписывайтесь. Ссылка на мой инстаграм будет внизу в инфобоксе. Переходите, если хотите быть уведомлены о моих всех новых событиях из моей жизни. Что касается новой новости. Я, наконец-то, получила права. Ура! Я просто не могла поверить, когда на руки получила этот документ. Он для меня был очень важен. Я к нему шла долго. И об этом я вам обязательно расскажу на Мукбанке. Потому что в инстаграме я спросила вас, стоит ли об этом рассказывать и снимать отдельное видео. Многие написали, что да, конечно. И поэтому как-нибудь мы закажем с вами роллы. Посидим, нажремся. Я вам расскажу все подробности, с какой попытки, где я совершила ошибки и так далее. Потому что уверена, что среди моих подписчиков есть девчонки, которые тоже хотят получить права. Или получали. Или, возможно, вы живете в другой стране и вам интересно, как все происходит у нас. В общем, все было предельно просто, честно. Я сама немножко ступила, но об этом я вам обязательно расскажу. И сегодня мы отмечаем не то, что прям, знаете, очень так. Прям отмечаем. Наверное, отмечать будем, когда куплю машину и так далее. А сегодня просто лей и пей у нас. Мы решили собраться у брата. У брата жены есть сестра. Короче, у сестры есть муж. Ой, как запутанно. Все. Ну, в общем, очень классная компания, очень приятная. И поэтому сейчас мне нужно накупить пиво, всяких вкусняшек. Мама предлагает отварить грузинские хинкали взять с собой. Надо накрыть на стол. У нас еще дома фрукты, там молча, черешня. В общем, все это берем с собой, тащим туда, собираемся там. Вот. И отмечаем. Наконец-то. Как я долго ждала этого момента, вы просто не представляете. Что касается купальников. Я же вам не показала прям на себе, правильно? Оказывается, этот тряпочный купальник, который я купила всего за 5 долларов, он оказался невероятно крутым. И другой, и голубенький, сидит просто пушка. Реально. Я вам советую, если вы живете не в России, а можете заказать Шейна, то заходите в раздел «Горящие распродажи» и там берите обязательно себе товары с невероятно крутой скидкой. Эту черешню мы берем с собой к брату. А это то, что остается нам. Это из нашего сада. Очень крупное, вкусное, сладкое. Посмотрите, какая огромная черешня просто. Как сахар. Тут мама готовит соус для грузинских линкалий. Здесь вот такая вот посуда, когда мы занимались продажей их. Осталось. Это наш бизнес. Наш бизнес, который провалился с треском. Вот. Все у нас здесь лежит. Видите, как классно получается. Как говорится, опыт не пропьешь. Здесь у меня просто глаза разбежали, сколько здесь всего к пиву. И тут у меня появилась идея снять мукпанг со всеми этими прелестями. Но купить всего. Купить пиво вкусного. Разливное, кстати, мне очень нравится. Я подсела на него после брата. На улице сейчас такая обалденная погода, что, если честно, я думаю, зря мы затеяли все это отмечать дома. Надо было сесть. У меня поблизости дома есть ресторанчик на свежем воздухе. Надо было сесть там. Но ничего, в этот раз так получилось. Мы уже подготовили все. И грузинские линкали, и пиво я купила. Но в следующий раз надо пользоваться случаями при такой обалденной погоде обязательно сидеть где-то на улице. И вообще этим летом настолько довольна погода. И ни холодно, ни жарко. Прям вот самое то. Легкий ветерочек дует. Красота. Смотрите, кто у меня здесь. Шладкий Эмильчик. Уже большой пацан. Большой. Он будет длаться. Найте вам. Найте вам. Найте. Найте. Ой, мой шладкий. Галопус мой, голопус. Его надо снимать в рекламах. С этими губками. С этими щечками. Какой он шладкий. Человек, который вечно в работе. Вечно в работе. Спасибо большое, да. Ну что делать? Я даже за пивом на работе. Жалуется он маме. Как камеру включил, сразу актер. Да, он жалуется, жалуется. Говорит, меня не кормят. Не кормят. Что-то не похоже, что тебя не кормят. Ты такой упитанный. Прям как Акюлечка. Тьфу, тьфу. Тьфу не тебя. Хозяюшка тут вот все старается. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Вчера была просто не в состоянии что-то снимать. Даже не досняла. В общем, я устроила небольшой разбор своей бижутерии. Сейчас подробно покажу, от чего буду избавляться. Очень надеюсь на то, что камера будет нормально фокусироваться. В общем, избавляюсь от этих пусетов. Вот такие прекрасные сережки мне дарила на Новый год Первана. Я их не ношу уже, наверное, года два точно. Поэтому тоже избавляюсь. Я, конечно, могу ошибаться, но эти серьги, по-моему, я получила по бартеру, по какой-то рекламе. Вот они очень красивые. Вроде как все стразы на месте, но мне уже не нравятся. У нас в деревне есть соседка. Ей лет 10. Девочка, подросток. Вот я думаю, может быть, все это отвезти ей. Что ей понравится, возможно, она будет носить. А все остальное выбросит. Также здесь есть сережки, которые я просто ни разу не носила. Как вы видите, они абсолютно новые и одинаковые. Я их заказывала на Алиэкспресс в больших объемах. И вот что у меня осталось. Избавляемся. Очень много абсолютно новых цепочек. Кто не знает, я раньше занималась бижутерией, продажей. У меня был свой интернет-магазин, так скажем. Но это было очень давно. И все это просто лежит. А я бижутерию вообще не ношу. В последнее время у меня только золото. Поэтому, чем это будет еще лежать 100 лет, лучше подарю нашей соседке. Мне кажется, ей будет приятно. Комплект, который в идеальном состоянии. Ни одного камушка не выпало. Посмотрите, все отлично. Просто мне кажется, что мне как-то несерьезно такие вот побрякушки носить. То ли я привыкла как-то к золоту. Но не знаю, это не мое. Поэтому решила избавиться. Здесь была еще цепочка, но я ее не нашла. Поэтому просто кулон и сережки. Вот такая вот брошка. Это клевер. Давайте открою. Прям очень красивая. Смотрите, как переливается. Здесь такая застежечка. Абсолютно новая. Ни разу никуда не носила. Вот. Избавляюсь. Еще три цепочки. Вот такие с надписью Love. Камера не хочет фокусироваться. Вот такой браслетик. Это типа реплика под One Cliff. Тоже в неплохом состоянии. Не помню, мне кто-то из подружек дарил этот браслет. Здесь около пяти, по-моему, браслетов. Вот эти вот ниточка. Типа загадываешь желание, завязываешь браслет на ручки. Потом, когда этот браслет сам отвалится, это желание исполнится. Мне, по-моему, я откуда-то что-то заказывала. И мне пришло это все в подарок. Но я эти браслеты не носила. Я в это особо не верю. Поэтому избавляюсь. Это, кстати, одно из моих последних приобретений. Вот такие вот смайлики. Гвоздики здесь самые обычные. Раньше я очень любила бижутерию. А сейчас наоборот. Еще две пары сережек абсолютно новых. Гвоздики. Таких у меня было очень много. Еще пусеты. Такие матовые. Раньше они были очень актуальны. Мне кажется, у всех они были просто. Вот я тоже их носила. У меня их было очень много. Какие-то я потеряла что-то. Избавляюсь уже от последних остатков. И последнее, пожалуй, от чего я избавлюсь. Это вот такие вот штучки. Это для телефона. Вместо, где засовываешь ты наушники, засовываешь этот стразик. В общем, не помню. Но здесь четыре штуки таких. Еще хочу избавиться от этого рюкзака. Он в отличном состоянии. Вы можете это видеть. Просто у меня столько всего. У меня в шкафу ничего не помещается. А я думаю, нашей соседке он будет как никогда кстати. Возможно, в школу она будет ходить с ним. Думаю, что ей понравится. Он такой нежненький. Вот. А себе я хочу прикупить что-то новое. Поэтому отдаю.